Приветствую вас! Я полагаю, что вы сами ответили себе на свой вопрос в своем тексте, как это ни странно звучит. Вы сказали, что в конце своего текста вы написали, что вы не любите его. Скорее всего, вы пишите, что вы не любите его. Просто не представляете, как будете без него жить. Я полагаю, что это ключевой момент, я полагаю, что это основной момент. И я полагаю, что именно тот факт, что вы его не любите, а просто не представляете, как бы с него жить. И, по сути дела, определяет ответ на ваш вопрос, что это означает, что не важно, стоит ему верить или нет, важно то, что у вас к нему нет чувств уже. Вот. И основная проблема здесь в том, что вы не представляете своей жизнью без него. Вот. Это... Это основная проблема, которую... Которая мне видится на... ...первый взгляд. Вот. Это основная проблема, и думается мне, думается мне, что вы не случайно вот так вот себя ведете. Вот. Я думаю, что вы не случайно такая вот достаточно незамостоятельная. Я думаю, что вы не случайно стали растворяться в человеке. Я думаю, что... А. Вы не уверены в себе. Б. Вы боитесь одиночества. А. В. Вы не привыкли прислушиваться к себе, к своим желаниям, к своим собственным чувствам. А. Г. У вас нет ярко выраженного гендерного поведения. Ну, то есть нет женской модели поведения. Вот. И... Я полагаю, что ключевой аспект он именно в этом. Я полагаю, что ключевой аспект он именно в этом. И... Собственно, с этого вам и следует начинать. То есть, работать над собой, ориентироваться больше на себя, если у вас есть какие-то страхи, то работать нужно с ними, с вашими страхами, вот, если они имеются, ну, они, скорее всего, имеются, да, вот. Вот, и тогда я полагаю, что вопрос стоять не будет, тогда подумайте сейчас, чем продиктован ваш вопрос, тем, что вы просто-напросто боитесь, вот, ну, и разве можно из страха начинать отношения? Конечно, нет. Конечно, нельзя. Поэтому, я полагаю, что так. Но это не отменяет того факта, что, во-первых, вы можете требовать отмышленные алименты, это первое. Второе, это не отменяет того факта, что вы можете с ним взаимодействовать, то есть, попробовать посмотреть, действительно ли он изменился или нет, потому что это, это проявится по его поведению, по его поступкам, по его отношению к вам, вот, это проявится позиция, вот, так что, даже несмотря на то, что он применял к вам насилие, я считаю, что, я считаю, нужно человеку дать шанс, вот, как я думал. И, давая ему шанс, вам нужно дать себе шанс, не только ему дать возможность показать, что он изменился, да, но и ему показать, что вы изменились. Мне кажется, что это очень важный момент, который обязательно нужно учитывать при вашем решении. Сейчас вы не одна, сейчас у вас есть ребенок, и ребенок, это важно, теперь вы ответственны не только за себя, но и за ребенка, и ради него вам тоже нужно стараться, ради него вам тоже нужно что-то делать, чтобы обеспечить ему хорошее, соответствующее детство. Я думаю так. То есть, отвечать на ваш вопрос прямо, я думаю, неэтично, потому что получается, что мы даем вам совет, я не думаю, что это хорошая идея. Но, исходя из того, что вы написали, я полагаю, что следует обратиться к вашим собственным ценностям, к вашей экзистенциальной позиции. Хотите ли вы, допустим, например, выстраивать отношения с мужчиной без любви, если у вас любви нет, да, и так далее. Следующий важный момент, это то, что не нужно, не нужно думать, что мужчина был плохой. Это худшее, если вы можете сделать, считать, что мужчина какой-то ужасный. Он не ужасный, он такой, как он есть, и у его отношения к вам, да, у его отношения есть плюсы. Но для другой женщины, не для вас. Понимаете, какой момент, очень важный, очень важный момент, не для вас. Есть, эм, у него есть плюсы, но эти плюсы к вам не относятся. Вот и всё. То есть не нужно заниматься обесцениванием человека, да? Вот. Потому что обесценивание это инверсия идеализации. Позвольте ему быть таким, как он есть. Позвольте, скажите себе, он такой, вот он играет, вот он там, он так себя ведёт, он такой. И будем таким, таким будем. Но меня это просто не устраивает. Я, мне не подходит это. Вот. Скажите ему, ты хороший. Ты хороший. Ты неплохой. И у тебя обязательно будет женщина, которая, эм, которая будет устраивать, эм, то, как ты себя ведёшь. То, как ты позиционируешь, вот, эм, себя. Но это не я. Вот и всё. Эээ, кстати, по поводу, ээ, по поводу изменений, да? То есть вот вы спрашиваете, эээ, может ли человек измениться? По поводу изменений, мне кажется, что, эээ, было бы, эээ, ну, было бы правильнее здесь, эээ, определить, эээ, возраст мужчины. Да? То есть если ему, там, меньше тридцати, скажем, то это больше, больше шансов на то, что он останется таким, как он есть, если ему больше тридцати. Если ему меньше тридцати, да? Если ему, там, ну, около двадцати пяти или два, или меньше двадцати пяти, больше шансов, что он изменится. Вот. Ну, опять же, при соответствующем вашим отношениям к нему. Вот. Эээ, я думаю так, я думаю так. Я думаю так, можно ответить вам на ваш вопрос. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Эээ, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, если у вас остались вопросы, эээ, пишите, буду рад вам ответить на них. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...